Сегодня подробно расскажу, как использовать доски канбан в обсидиан. Те, кто не знает обсидиан, это бомба. Бесплатная и очень удобная. А канбан это бомба в обсидиан. Для тех, кто привык к доскам канбана. Кто не знает, что такое обсидиан и поражен простотой и незамысловатостью процесса, смотрите курс по обсидиану. Ссылка в описании. Именно в этой незамысловатости тут главная фишка. Ну а канбан он и есть канбан. Создали карточку, тут можно добавить дату и он будет писать сколько до этой даты осталось дней или насколько она просрочена. Перенесли карточку, поменяем как будто прошло два дня, перенесли в сделано, да еще отметили как сделано и заархивировали. Эта кнопка архивирует все отмеченные как комплит. Теперь разбираемся в процессе. Значит в самом обсидиан этой фичи нет. Устанавливается в виде плагина. Кстати один из самых популярных. Плагин установили, при этом он подхватил доски канбан, если они созданы до удаления плагина, как у меня. Как создавать доски? Самое простое, правая кнопка мыши на папке и новая доска канбан. Он создаст ее в этой папке. Здесь название столбцов. Интер. Когда создали достаточное количество. Cancel. Это название доски. Значит столбцы можно двигать, в том числе если в них есть карточки. И так можно сделать еще один справа или слева, то есть до или после текущего. Вернем все из хаоса в последовательность. Так, кстати где я ее создал то? А, вот здесь. Так, добавим карточку. Значок собаки открывает календарь. Можно выставить дату создания, можно дату, к которой мусор нужно вынести. Ну и дальше вы по мере продвижения к цели перемещаете карточку. Очень кстати жизненная ситуация, особенно если мусор это елка. В принципе на этом все. Дальше идут украшательства и всякие мелкие удобства. Хотя нет, не все. Еще для работы нужно знать, что вы можете закинуть какую-то заметку в виде карточки. Название будет ссылкой на заметку. И это превращает Kanban уже в Task Manager, где каждая карточка может содержать в себе кучу дополнительной информации. Тут все зависит от ваших навыков работы Subsidian. А саму карточку можно при этом дооформить. Либо можно превратить какую-то карточку в заметку. Правая кнопка мыши и новая заметка из карточки. Описали процесс. Закрыли. Открыли. Собрался. Разобрался. А вот теперь в принципе все. Дальше украшательства, но ряд вещей весьма полезны. Украшательство происходит в настройках. Значит начнем с даты. Вот эта галочка выводит информацию о том, сколько дней осталось до выставленной в заметке даты или сколько прошло. А это убирает дату из заголовка. А вот. Теперь красиво. В заголовке даты нет. Дут информация о том, что до часа икс осталось два дня. Дальше. Вот это тоже полезно. Добавить чекбокс карточки. Ну такая штука. Двоичная система? Да, нет. Вроде не очень нужно, особенно в нашей архитектуре канбан. То есть сделано будет в столбце сделано. Ну, во-первых, это бывает полезно при другой конструкции. А во-вторых, тут есть такая кнопка архивировать только завершенные. Он заархивирует все карточки с включенным чекбоксом. Что еще? А, вот. Тоже полезно. Тут можно добавить темплейт при создании заметки из карточки. Но это так, а вот это прям полезно. Здесь можно указать, в какой папке он будет создавать заметки. Я, например, укажу папку канбан и все заметки у меня теперь будут создаваться в ней, независимо от настроек системы. И еще к украшательствам, которые могут быть весьма полезны, относится возможность создавать разноцветные теги. Но для того, чтобы они были именно разноцветными, это нужно указывать в настройках. Прописываем здесь какой-то тег, здесь цвет бэкграунда, ну то есть цвет самого тега, а здесь цвет текста. Не очень получился яркий, но это может потому, что темный интерфейс. И теперь, добавляя тег к карточке, мы получаем его в заголовке и внизу в виде красивого красного тега. Почти красного. И добавим еще один тег, какой-нибудь зеленый. И уберем название тега из тайтла, как мы поступили с датой. Вот, так красивее. Получаются у нас вот такие разноцветные теги. Искать по тегам можно так, он покажет все карточки с этим тегом в левой панели. Либо воспользоваться поиском, тогда он подсветит карточки с нужным тегом. Очень удобно. Вот все, что касается работы, а вот все, что нужно сделать по дому. Так, ну и напоследок давайте разберемся с архивированием. Мы можем архивировать отмеченный, как я уже сказал. Можем заархивировать какую-то отдельную карточку. Причем, если она ведет на заметку, сама заметка не удалится. Вот. Эта карточка ведет у нас на заметку. Архивируем карточку. Она пропадает, но сама заметка остается. Причем, архивация — это не удаление. Удаление тут есть отдельно. Заархивированные карточки он куда-то девает, но куда — вот вопрос. И, кстати, вопрос нетривиальный. Мне пришлось читать мануал, чтобы найти ответ. А обычно я все нахожу методом логического тыка. Вот тут есть кнопка «Открыть как маркдаун». И тут вся ваша доска канбан в виде обычного текста, столбцы и архив. Тут все заархивированные карточки, которые вы можете взять отсюда просто используя Ctrl-C и вставить в любой столбец, просто используя Ctrl-V. Тем самым восстановив заархивированную карточку. Ну что сказать, я в восторге. Это реально Икеа. Ты покупаешь не только шкаф, но и конструктор Лего, собрав который чувствуешь, что ты сегодня убил Мамонта. С Obsidian также. Ты не только получаешь бесплатную удобную программу, но и ощущение, что ты программист. Ложная, конечно, но с Икеей же тоже обманка. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.